Вадим Иванов 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 Нормально прибыть на квалификацию, и из-за этого они получили допуск на гонку, все гонщики согласились с тем, чтобы допустить их к старту, но стартовали они с самых последних мест. Итак, гонщики выстраиваются, формируются к старту, скорость, напомним, не больше 80 км в час. Гонщики сейчас будут выстраиваться в шахматном порядке, и уже будет дан старт. Вот мы увидим, все выезжают аккуратно на финишную прямую и начинают формироваться в шахматном порядке. Первый занимает траекторию справа, чтобы лучше уйти к старту. И вот дан зеленый флаг, гонщики рванулись в бой, как всегда прекрасно стартуют ФЗРы. Дальше огромное скопление ФКСРов, и вот Алексей Трубавин тут прорывается на своем ФЗРе сквозь толпу ФКСРов. И Сергей Буцов также весьма неплохо стартовал. Сергей Костомаха тоже тут ринулся в бой. Мы видим, два лидера ушли в бой достаточно хорошо. Третьим идет Вадим Ванов. Дальше Даниил Старинов борется с Алексеем Трубавиным. Ну и здесь аккуратно надо быть. Алексей Трубавин чуть не задел отбойник. И дальше медленная связка поворотов. Ох, Даниил Старинов толкает Вадима Ванова, но здесь все проходит. Широко выходят Фишер Андрес. Ох, а тут сзади завал. Вы посмотрите, три машины. Вместе ударяются, но вроде бы без серьезных повреждений. И все стартуют. Это были Леонид Бондарев, Игорь Юпатов, Василий Чубак. Стартует дальше в бой. А Алексей Трубавин продолжает пытаться прорваться. Но пока в связке медленных поворотов это сделать не удается. Сделать аккуратно. Пока ошибок мы с вами не замечаем. Бывают мелкие помарки, но до серьезных еще не доходило. Ох, а вот тут Даниил Старинов и Алексей Трубавин пытаются пройти по внутренней траектории. И, видимо, ему, наверное, это удастся. Да, он... Хотя... Бок обок проходят машины. Заканчивается первый быстрый круг. Вы посмотрите. Восемь сотых их отделяло на финише. Но, вот, видите, атака все-таки не прошла. Машина Старинова оказалась быстрее машины Трубавина. Хотя, как ни странно, лучший круг мы видим за Святославом Центауром. Но время пока далеко. От лучших его стандартов. Поскольку баки полны. Резины прогреты, но, видимо, еще недостаточно. И дальше со временем мы, я думаю, с вами увидим более быстрые времена. Все-таки... Ух, а тут Сергей Костомаха сначала защищался от атака Рещикова. А теперь сам совершает атаку на Экштайна. Но также ничего путного здесь не вышло. И гонщики продолжают борьбу при своих. Как мы видим, все едут пока аккуратно. Никто зря не рискует, потому что начало гонки может уже сразу... Вот Александр Рещиков пробует атаку на Сергея Костомаха. И как неудачно Сергей Костомаха. Влетает в отбойник, разбивает свою машину. Надеемся, не сильно повреждена его машина. И он сможет продолжить гонку. Да, это опасная была попытка атаки. И как мы видим, что он не прошла на... Вернее, как прошла, но неудачно для Сергея Костомаха. Сергей Костомаха теряет очень много места из-за этого. А тут уже мы видим, Фишер Андреас предпринимает атаку. Ух, удар Андреаса об отбойник. Вот о чем я вам и говорил. После финишной прямой есть очень коварный поворот. Мы видим, как бросает машину Андреаса. Видимо, повреждена достаточно сильно. Так, а быстрый круг у нас тем временем устанавливает Даниил Старинов. И вот, смотрите, уже намного улучшает время Святослава Центаура. Машина начинает ехать все быстрее и быстрее, хотя только первые круги. Вот. Здесь какая-то заминочка происходит. Перетормаживает резчиков. И Харченко. А вот повтор старта. Мы видим, как гонщики еще только формировались на старте. Проезжает мимо питлейна. И вот сейчас будет... Вот он дан старт. Лучше всех, мы видим, среагировал Святослав Центауру. Сразу начинает отрываться Телли Сидельникова. Дальше гонщики очень аккуратно входят в этот коварный скоростной поворот. Мы видим, борьба есть, но до серьезного ничего не доходит. И здесь вот, ох, затирает Старинов Экштайна. Не очень ровно выходит... Ох, тут борьба троих прям. Не очень ровно вышел Сергей Костомах, из-за чего Харченко с Рещиковым пробуют его атаковать. И гонщики дальше уходят. А это у нас самый медленный поворот этой трассы. Проходится на 50-60. Здесь мы видим, как Старинов толкает Иванова. Сам после этого немного в занос уходит. Здесь Костомах оттирает Харченко. А вот мы видим, что тут произошло. Василий Чубака заносит самого по себе. Игорь Юпатов начинает тоже заносить. И Леонид Бондарев, толкая Юпатова, сам тоже разворачивается. И вот так вот получилось, что три машины у нас оказались друг рядом с другом. Очень интересная борьба по них была. Ох, а тут Старинов опять бьется о подбойник. Как бы не разбить машину. Видимо, он очень быстрый. Поставил лучший круг на простом круге. А этим кругом Святослав Центавр отвечает. Не на много, но улучшив время. Лучший круг пока за Центавром. Здесь мы видим, Иванов уже предпринимает атаки на Сидельникова. Уж очень близок он к нему. И на следующем круге, возможно, уже предпримет атаку. Хотя уже не совсем близко. И вот, ну смотрите, на выходе с поворота пытается Иванов. Но следующий поворот будет правым. Траектория останется за Сидельниковым. Здесь попробует с липстримом. Нет, даже не пробует с липстримом. Просто выходит лучше. И обгоняет Сидельникова. Здесь следующий поворот внутренний. Ох, немного взял левее Сидельников. Так, а что у нас здесь? Это у нас машина Сергея Буцова. Не очень удачно он вышел из поворота. Машину занесло. И встала она как раз на траектории на выезде. И Артемий Подпругин, не замечая, видимо, в пылу борьбы с Харченко машину Буцова, ударяется в нее. Ну, и гонщики продолжили движение. Пока все на месте. Все едут. А здесь Андрес, видимо, не сильно пострадав, продолжает атаки на Трубавина. Машина идёт бок о бок. Но здесь тоже будет очень опасный правый поворот. Две машины с трудом могут вместиться в нем. И мы видим, что, да, Андрес уступает в этой борьбе, опять же, Трубавину. Ну, и ещё. Не всё потеряно. И дальше продолжится гонка. Здесь аккуратненько выходит. И Трубавин намного лучше вышел из медленного поворота. И Андрес пока подотстал. А тут мы видим, как гонщики выходили из самого медленного поворота. Вот ошибка Старинова машина аж подбрасывает. Неровно выходит из поворота Трубавина Андрес. Буцова машина дёргает Экштайн. Вот посмотрите. Все машины дёргают речиков по отбойнику. Как неровно все выходят из поворотов. И мы вновь возвращаемся к борьбе Андреса и Трубавина. Это, напомним, борьба у нас за пятое место. А здесь Сергей Буцов догнал своего обидчика. Так можно сказать. Артемия Подпругина. И предпринимает атаки. А тот в своё время, в свою очередь, предпринимает атаки на Сергея Костомаху. И, посмотрите, с липстримом пробует пройти. И да, наверное, проходит. Да, перекрывает он траекторию Костомахи. И спокойно проходит. А Сергей Буцов уже тоже предпринимает попытку атаки на Костомаху. И, посмотрите, сразу же здесь, но вплоть до касания идёт борьба. И не получилось. Костомаха слишком жёстко закрывает Буцова. Но Буцов намного лучше выходит. И, посмотрите, Игорь Юпатов также садится в Буцову в мешок. Три машины практически параллельно друг другу. Идут борьба просто колесо в колесо. И Сергей Костомаха сразу две позиции теряет. Как обидно должно быть. Только что он ехал одиннадцатым. И тут сразу его проходит и Артемий Подбругин, и Сергей Буцов, и Игорь Юпатов. И даже нет, Сергей Костомаха ехал двенадцатым. И теперь он уже перемещается на пятнадцатую позицию. А тут у нас Эмиль Хафизов ведёт борьбу с Харченко и Экштайном. И пока у них тут-то, в принципе, до серьёзных атак дел не доходят. В отличие от Юпатова Буцовой и Костомахи. Они едут тут дружненько. Ну, Хафизов прямо на заднем бампере у Харченко. А Экштайн, смотрите, сразу же на Хафизова. И попробует сейчас так же выйти получше. Но нет, выходит всё-таки Экштайн лучше. Поворот был правый. Здесь сейчас будет больше вправо. И да, всё, Экштайн проходит. Для контратаки здесь места уже не будет. Всё вот из-за этого поворота скоростного. И Экштайн отыгрывает себе позиции и становится уже девятым. А Сергей Буцов тем временем у нас на пидстопе. Посмотрите, всего семь кругов прошло от старта. И Сергей Буцов уже в боксах. Ну что ж, может быть, в принципе, грамотная тактика. Сейчас он пока побудет в боксах. Все гонщики уедут. И он дальше будет спокойно в своём темпе, без трафика, наматывать круги. И уже, когда все поедут в боксы, он спокойненько всех объедет. А тут уже Экштайн предпринимает попытки атаки на Харченко. Мы видим, что машина Экштайна разбита. Видимо, из-за этого он потерял столько много позиций на старте. И нам, к сожалению, в этот момент не показали, что случилось. И да, мы видим пидстоп Сергей Буцов очень короткий. Смена резины, лёгкая дозаправка. И он отправляется снова в бой. Посмотрим, принесёт ли плоды ему эта тактика. Заносит, как машину Эмили Хафизова. На выходе из поворота. Но Экштайна пока на Харченко атака за целый круг ни одна и не прошла. А лучший круг мы видим ставит Светослав Центавр. Ещё чуть быстрее. Баки пустеют. И да, Экштайн проходит уже и Харченко. Но Харченко пробует контратаковать. По внешней траектории. Следующий будет левый поворот как раз. И очень аккуратно здесь гонщики разобрались. И Харченко, смотрите, контратакует. И забирает позиции Экштайна вновь. Посмотрим, что предпримет Экштайн. Ох, а тут Артемий Подпругин мы видели. На заднем плане ошибается. Его машину заносит. И у подбойник Старинов и Андреас бьются об отбойники. У Стариного машины уже достаточно, мы видим, сильно разбитая. Видимо, очень сильно он атакует. Пытается что-то сделать, но при этом сильно разбивает свою машину. Экштайн пока атаки не предпринимает. Да, вот 8 кругов от старта прошло. И гонщики нам действительно демонстрируют захватывающую борьбу. И Леонид Бондарев у нас на пидстопе. Он шел у нас и так последним. Возможно, так же... Ох, а тут Харченко ошибается на выходе, ударяется подбойник. И Экштайн все-таки проходит. И думаю, тут уже об контратаке со стороны Харченко ничего не будет. И Экштайн спокойно сейчас уедет и продолжит погоню. За соперником, идущим на восьмом месте. А тут... Ох, а Костомаха оказался впереди Юпатова, мы видим. И Юп, видимо, ошибка была у Игоря, поскольку мы видим, что он быстрее и предпринимает атаки на Костомаху опять. Сможет ли Сергей сдержать Игоря? Здесь, да, здесь... Очень опасно. Давайте, а нет. Бондарев у нас чинил свою машину, видимо, разбился. Также, к сожалению, режиссеры нам не показали этот момент, что случилось с Бондаревым. А Андреас, вы посмотрите, уже Старинова атакует. И это за четвертое место борьба. Прошел Андреас Трубавина. И... Пытается... Навязать борьбу Старинова. Тут мы видим еще перед ними Илья Сидельников едет, что-то... После очень хорошего старта он подзамедлился. И посмотрите, как стоячего буквально проходит Экштай... Ой, извините, Андреас Старинова. Возможно, какие-то проблемы с машиной. Ох, еще один удар. Наверное, просто уже машина Старинова настолько разбита. И вот, смотрите, насколько сильно уже улучшается Тослав Центавр. Лучший круг вновь за ним. И... А Игорь, Патов, все предпринимает атаки на Сергея Костомаха. Очень близок. Но Сергей грамотно защищается. И не получается у Игоря обойти Сергея. Да, гонщики демонстрируют нам захватывающую интересную борьбу. Приковывающую к телевизионным экранам. Вот такие должны быть настоящие гонки. Жесткие, бескомакуаромистные. Ох, и тут... Смотрите, какие удары Сергея Костомаха. Об один отбойник, потом от второй. И тут мы видим, что, видимо, сильно повреждена машина. Он с трудом вписался в шпильку. Но при этом ему не мешает это... ...совершать атаку на Игоря Юпатова. И, видимо, наверное, все-таки не пройдет. Но Игорь он заставил понервничать. И мы видим, вроде бы все-таки машина, да, повреждена. А Даниил Старинов, да. И еще, видимо, где-то была... ...у него серьезная ошибка, потому что... ...машина совсем у него не едет. Не хочет вписываться в повороты. Это уже шестое, даже седьмое это место должно быть. Поскольку Рещиков и Экштайн проехали. Да, посмотрите, совсем не хочет. И сейчас тут Харченко с Подпругиным еще мимо пронесутся. Да, Артемия мы видим на десятом месте. Значит, даже на восьмом месте. Старинов у нас шел, теперь он уже на десятом. Да, наверное, сейчас он поедет в боксе. А Подпругин тем временем предпринимает атаки на Харченко. Да, и Костомайха тоже у нас разбился. Разбился. Машина не едет. Сергей у нас идет тринадцатым. Да, вот вам и цена ошибки. Машина разбита, ничего не едет. Механики попробуют ее сейчас починить. И будем надеяться, гонщики продолжат борьбу. Вот Старинов у нас останавливается на пидстопе. Следом едет Костомаха, чьи механики справятся лучше. Думаю, мы увидим между ними еще потом борьбу после выезда из боксов. А вновь Подпругин у нас совершает. И вы посмотрите. Я вот правда не рассмотрел, был ли контакт, но точно понятно, что машину Харченко забросало. Бросил ли ее в Подпругин, или он смог ее увезти, честно сказать, я не понял. Но гонщики продолжают борьбу. Но Харченко, наверное, очень сильно пострадал. А Экштайн тем временем продолжает свой прорыв. И уже догнал резчика, выдущего на шестом месте. И вскоре будет предпринимать на него атаки. А Эрик Экштайн-то у нас между врачом лидер чемпионата. Правда, после двух этапов он ненамного опережает Илью Сидельникова. А Даниил Старинов, мы видим, какой очень длинный пидстоп. Но все-таки механики вот что у нас было. И опять же этот поворот там же, где и Костомаха. Старинов у нас разбивает свою машину. И мы видим, ух, еще удар. Машина совсем не поворачивала. А тут мы видим Александр Рещиков на разбитой машине. И в том же самом повороте он ударился. Пидстоп Сергей Костомахи тоже был достаточно длинным. Но Эрик Экштайн его не смог пройти. Так вот, у Экштайна у нас 21 очко в чемпионате. У Ильи Сидельник 18, идет на втором месте. На третьем у нас нынешний лидер гонки Святослав Центауэр с 13 очками. На четвертом Сергей Костомаха, у которого 11 очков. На пятом Иванов с 10 очками. На шестом месте Антон Кислицын с 8 очками. Антон Кислицын у нас здесь был на квалификации. Но его машина столкнулась с очень серьезными проблемами на квалификации. Он показал в гонке. А тут мы видим Сергей Бутцев. Василий Чубака проходит. И нет, не проходит. Борьбовала за 13 место. Это уже после пидстопа Бутцева. Он уже догнал Чубака. Так вот Антон Кислицын у нас здесь присутствовал на квалификации. Но столкнувшись с серьезными проблемами. Решил сняться с гонки. Потому что машина была полностью не в порядке. Слишком много с ней случалось проблем. Но все-таки второе место он в квалификации умудрился показать. Но на гонку так он не выступил. И Илья Сидельников занял вакантное место второе. Ну и соответственно все гонщики сдвинулись тоже на одну позицию выше. И вот на седьмом месте как раз идет у нас Сергей Бутцев с шестью очками. А на восьмом Эмиль Хафизов с шестью. Так вот что у нас произошло с Хафизовым и Подпругиным. Знаменитый вулкан исландский испортил им так сказать квалификацию. Потому что Артемий Подпругин уезжал в Европу на гонки. А там транспортный коллапс. Самолеты не летают. Ему пришлось на поезде возвращаться обратно в Россию. Оттуда уже самолетами лететь перекладными с кучей пересадок. Уже сюда в ЮАР. Потому что многие гонщики после этапа в Японии кто отправились сразу сюда в ЮАР. Кто поехали домой. Но уже сразу же буквально немного отдохнув так же приехали сюда. А вот Артемий Подпругин уехал выступать в Европу в другом чемпионате. И оттуда кое-как успел в гонки вернуться. А Эмиль Хафизов решил посидеть дома с родными, с семьей. И до последнего оттягивая момент отлета. А там закрыли коридоры все европейские. И так же перекладными пришлось добираться Хафизову сюда. Он конечно прибыл пораньше. Но на квалификацию он так и не успел. Поэтому они вдвоем стартовали с последних рядов. А мы видели что Леонид Бондарев у нас замерла машина его в боксах. Возможно какие-то проблемы. И вот да у нас официальное подтверждение. Леонид Бондарев выбывает. Видим какие-то механические проблемы. Смог докатиться до боксов. Но дальше все машина не смогла идти. А Сергей Костомаха после пидстопа. А нет Сергей Костомаха у нас тут простите. Не борется с Хафизовым и Юпатовым. А Юпатов с Хафизовым между собой борются. А Костомаха здесь в качестве кругового. Но при этом пытается... Костомаха явно быстрее пытался пройти Хафизова. Но после ошибки он еще пришлось ему пропускать Юпатово. Потому что махали ему синим флагом. А тем временем у нас уже прошло 15 кругов. А Сергей Бутцев, да, здесь немного ошибается. Василий Чубак. И Сергей Бутцев перемещается на 12-ю позицию. А здесь разбитый Рещиков с разбитым Экштайном. Пытаются выяснить отношения. Кто из них будет на 6-й позиции. И пока все в пользу Рещикова складывается. На 9-м месте с 6-ю очками Алексей Пожидаев. И на 10-м месте у нас Алексей Трубавин с 5-ю очками. Это я вам напомнил ситуацию в чемпионате. Как у нас обстоят дела в командном зачете? В командном зачете у нас тут... Единолично вырвались две команды. На 1-м месте 31 РТ у нас идет с 31 очком. И Рещиков опять бьется об отбойник еще раз. И здесь, наверное, Экштайн пройдет Рещикова. Рещиков жестко закрывает Экштайну траекторию. И остается впереди. Но Экштайн не оставляет надежды обогнать. Но здесь не хватило скорости на выходе. Слишком сильно зажал его Рещиков. Так вот, 31 РТ идет с 31 очком на 1-м месте. На 2-м месте у нас команда ТСР с 25-ю очками. Дальше серьезнейший провал в 11 очков. Идет на команда Роук Сквадрон. Как раз вот сейчас... Что у нас тут произошло с Харченко? Ух, в карман. Ох, вы посмотрите, что произошло здесь с Харченко. Его слишком сильно вынесло. Он уехал в карман. Там ударился сильно об отбойник. И машину аж перевернуло. Да, надеемся, что тут с гонщиком все в порядке. Какой же был силы удара, если машину даже перевернуло. Да, опаснейшая авария. И Харченко у нас, скорее всего, выбывает из борьбы. Да, вот официальное подтверждение дирекции гонки. А Экштайн у нас не смог пройти в несколько кругов Рещикова. И решил перенести борьбу на пидстоп. Посмотрим, кто из них после пидстопа выйдет лидером. Так вот, как раз боролись два гонщика команды Роук Сквадрон и ТСР. Экштайн, как вы сами понимаете, представлял команду ТСР. А Рещиков Роук Сквадрон. А здесь у нас борьба вновь двух Аксереров. Хафизова и Юпатова. И Юпатов прессингует. Хафизова. Здесь не получается липстримом войти, но... А Сергей Костомаха, который в круге от них, не отстает. И как Коршун ждет момента, чтобы их сразу двоих обогнать. И уйти в отрыв. Но пока не ошибается. На четвертом месте идет команда Акина. Шесть очков, которые заработал Пожидаев на первом этапе. На пятом месте ДП с командой... О, с четырьмя очками. И на шестом месте ВРС с тремя очками. Нам показывают отрывы. 7,6 Иванов. У Вседельников уже в 20 секундах. Так, дальше отрывы тоже увеличиваются. Да. Так, Экштайн. Ох, 50 секунд. Экштайн решил починить полностью машину. Видимо, она не ехала. Но это может быть... Плачевно сказаться на борьбе с Рещиковым. Но, надеюсь, Экштайн знает, что он делает. Возможно, починив машину, он поедет быстрее гораздо. Ох, здесь бросает машину Юпатова на выходе. Но времени он сильно на этом не теряет. Хотя Костомаха пробует пройти. И, наверное, не пройдет. Хотя нет, проходит по внешней траектории. Хотя Игорь был внутри, и Сергей по внешней траектории грамотно обходит Юпатова. И здесь опять Сергей попадает под правило синего флага. Если он, мне кажется, быстрее, то он будет вынужден пропустить Игоря. Ну, вроде он немножко оторвался. Посмотрим, как дальше будет. Так, а сейчас... Теперь поговорим о ситуации в Кубке Конструкторов. В Кубке Конструкторов тут единолично лидирует FXR. Набрав уже 7,89 балла. На втором месте FZR. У которого 5,92 балла. И очень сильно порядочно отстает XRR. У них всего 1,33 балла. Напомню, баллы в Кубке Конструкторов считаются не суммой, а общая сумма гонщиков, едущих на этих машинах. Сколько они набрали очков. Делится на общее количество всех гонщиков. Из этого получаются баллы. И эти баллы потом уже суммируются от этапа к этапу. А здесь Сергей у нас пробовал. Ух, как бросает машину. Перекрывает он немного Юпатова. Тот пробует атаковать. И да, проходит. А вообще Кастамаха до этого боролся с Хафизовым. Но и тут, смотрите, вновь Кастамаха впереди Юпатова. А Юпатову надоело здесь бороться с Круговым. И одновременно с Хафизовым. И он уходит в боксы. Возможно, да, действительно, грамотное решение сейчас принимает Юпатов. Пока Кастамаха будет бороться с Хафизовым и тормозить его. Игорь на пидстопе может опередить Эмиля. А Святослав мы видим. Василий Чубака проходит на круг здесь. А это у нас Андреас. Который догнал Илью Сидельникову уже. И это уже борьба за третье место. Также неплохо у нас сейчас выглядит Андреас. Достаточно бодро идет по трассе. Прорывается. Одного гонщика в 31 РТ он уже обогнал. Теперь атака на второго. А это уже попахивает борьбой в командном зачете. Где 31-е-то идут намного лучше ТСРов. Раз разницы в 6 очков у них больше. И здесь мы видим Василия Чубака. А Игорь у нас что-то долго стоит на пидстопе. Возможно так же решил отремонтировать полностью себе машину. Чтобы вторую половину гонки проводить на более свежей машине. И да, мы видим 52 секунды. И 3 сотых. Занял его пидстоп. И Игорь возвращается в борьбу. Так вот возвращаемся к командному зачету ТСРов и 31 РТ. Но что-то тут Андреас конечно то ли Сидельников темп подзвинтил. То ли Андреас подупал. И здесь немного ошибается Андреас. Подотстал. Да, у Василия Чубака покороче. Но так же он решил отремонтировать машину 43.7. Без двухсотых. Занял его пидстоп. И снова возвращается в борьбу. В принципе уже достаточно много гонщиков совершило пидстопы. Они уже отвалились в конец. Все кто в основном едут в лидерах. Вот да, ситуация по пидстопам. Все до восьмого места не совершали ни одного пидстопа. А дальше уже начиная с девятого места все совершили по пидстопу. Первую восьмерку нам еще ждут обязательные пидстопы. А вот с оставшимися гонщиками тут неизвестно как у нас встают дела. Будут ли они еще второй раз останавливаться. А тут что с Александром Речниковым? Ох, ошибка. Сзади части машины он задевает бордюры. Очень опасно выезжает. Здесь борьба Юпатова и Подпругина. Снова два ХРРа борются у нас между собой. И Речников возвращается на трассу. А тут Костомаха и Василий Чубак после пидстопа Чубака оказались вместе. И борьба у нас за 14 место, как мы видим с вами. И вновь Чубак грамотно обороняясь. Не пускает более быстро машину. Долго он держал за собой Буцова. Ох, почти прошел. Но сильно нажал на педаль газа Сергея Костомаха. И из-за этого не смог он пройти. А все-таки Хафизов мы видим, что Хафизов-то поехал позади. Значит, Костомаха все-таки прошел его. Ну, теперь надо проходить Чубака и продолжать гонку в более быстром темпе, в котором может идти Сергей. А Фишер у нас тут уже все-таки приблизился к Илье. Но пока дело до атаки на Илью не доходит. Вот Центавр у нас, мы видим, снова продолжает все отрываться. От Иванова уже 9 секунд. От Сидельникова с Андреасом 23,5. Дальше до Трубавина уже провал. Остальные гонщики Также не могут Достаточно быстро идти и навязать борьбу Центавру. Центавр идет быстро и безошибочно. Не подпуская никого К себе. Давайте еще поговорим о ситуации С Резиной. Вновь, как и на предыдущих этапах Большинство гонщиков предпочло резину Бриджстоун. Таковых оказалось 8. Тут Хафизов догнал пару Чубака и Кастамахи. И Кастамаха проходит Чубака. Заодно сейчас и Хафизов на круг, наверное, пройдет Василия. Да, Василий уходит с траектории. Пропускает Эмиля. А Сергей, тоже воспользовавшись, видимо, Синим флагом проходит Василия. Очень грамотный подход к гонке. Так вот. Бриджстоун у нас пользуется лидирующий Центавр. Также идущим третьим Илья Сидельников. Экштайн. Полностью команда ТСР. Экштайн Андреас. Резчиков. Юпатов. Бондарев, выбывший уже из гонки. И Подпругин. Шесть гонщиков у нас на Мишлене едет. Это Иванов, Трубавин, Старинов, Кастамаха, Харченко и Чубак. И двое выбрал у нас резину Эвастар. Это Хафизов и Бутсов. Больше шинников на этот этап у нас никто никаких не предпочел. Вот только троих мы видим. Гонщики все-таки любят резину Бриджстоун. Суть по всему. Хотя и Мишленом тоже пользуются многие. И здесь борьба за шинника тоже идет. А что у нас тут с Артемием Подпругиным? Заносит его машину. И здесь Игорь Юпатов хотел сначала по внешней пройти. Но и увидев, что Подпругин сдает назад. И здесь еще и Рещиков проходит. Но Рещиков уже проходит на круг. Помешал он, конечно, Подпругинга и Патова. Но Ипатов тем самым все-таки опередил его и выиграл позицию. Так, здесь мы видим пидстоп Подпругина. А, нет. С Юпатовым у них борьба была за круг. Да, извините меня. Дезинформировал. Подпругин у нас боролся с Юпатовым за круг. Это все-таки была больше виртуальная борьба. А сейчас и сам Подпругин уже проигрывает лидером круг. Уже Центаур первую только первая восьмерка вместе с Центауром в одном круге. И вот Подпругин мы видим 19 секунд. Машину он не чинил. Только дозаправка. И превышение скорости в боксах за Артемием Подпругинов и штраф проезд через Питлейн. Да, конечно, ошибка дорога. Ему сейчас обойдется. Итак, после пидстопа он откатился назад. Так, еще проезд по Питлейну будет дорого ему стоить. Ну, посмотрим. А выезжает он как раз мы видим за Вадимом Ивановым, который идет на втором месте пытаясь преследовать Центаура. Но больше он, конечно, от него отстает. Но от пары Сидельников и Андрес Иванов уверенно отрывается. Ну, что мы видим и Андрес подотстал от Сидельникова. не сильно атакуя его. Также нам показывают Алексея Трубавина ведущим пятым. Здесь шестой Александр Рещиков и за ним по пятам как раз уже Игорь Юпатов. Рещиков уже и Юпатова прошел на круг. Ох, удар Андреса. Какой серьезный удар был. оботбойник. Ох, и тут Подпругин тоже бьется слабо. Ого, показывает. Ох, вы посмотрите. Ох, и как выворачивается Алексей Трубавин. Чудом! Буквально в миллиметрах прошла машина Трубавина И Подпругин почему-то решил не сворачивать в боксы Тут проходит Старинов И машина взорвала Удар! Вы посмотрите какой удар! И машину аж выбрасывает с трассы Да, и Артемий Подпругин у нас Удивительно выбывает из гонки После серьезнейшего, тяжелейшего удара об отбойник Машина вылетает за пределы трассы Надеемся, никто не пострадал Вылетел в зону безопасности Где не было ни зрителей, ни камер Да, удивительно закончилась гонка для Артемия Странно, почему он не поехал в боксы Отбывать наказание Что тут у нас? Ох, а вы посмотрите, он еще раз перевернулся Это было до этого Еще ударился он об машину Экштайн, скорее всего, это был Здесь его тоже разворачивает Видимо, машина была уже очень серьезно повреждена Ткнулся он в отбойник И уезжает А тем временем Сергей Буцов у нас уже на втором пидстопе А тем временем Святослав Центавр лучший круг 1.32.55 Очень уверенно Центавр лидирует И догнал уже идущего сильного имели Хафизова на круг Уже только 6 гонщиков Едут в том же самом кругу, что и Центавр Это серьезнейшая заявка на победу Но, правда, у нас еще ровно половина дистанции осталось И Центавр у нас посмотрим Но, скорее всего, это уже явная победа Если не совершить никаких ошибок Но с его солидным преимуществом ошибки Не должны допускаться Абутов у нас заезжал тоже подчиниться Достаточно долгий пидстоп Очень ранний у него, помним, был в начале И сейчас очень поздний у него пидстоп Ах, какой удар так же мы видим В исполнении Александра Рещикова об отбойник А отбойник устоял А вот машина Рещикова, к сожалению, не оказалась столь крепкой И здесь еще два отбойника собирает Рещиков Видимо, решил их пересчитать еще напоследок Или отомстить, уж не знаю Чем он мотивировал свое движение В один отбойник, потом во второй И машина, мы видим, совсем разбита И еще один отбойник Он мстит отбойникам, вы посмотрите Совсем маху бьется в них Ну, и еще один отбойник Ух, здесь буквально не помешал он лидеру Центавру Да, здесь еще трется он об отбойник Машина еле-еле едет Колеса погнуты Да, Александр, видимо, решил пересчитать отбойники Не знаю, сколько он там насчитал Я не стал Но уже порядочно он их насчитал Штук шесть А может быть и семь Он их сбил И здесь и Василий Чубак Проезжает А тем временем у нас спидстоп Эмили Хафизова Прошел за 49 секунд Достаточно быстро А здесь мы видим партнер по команде Вадим Иванов Уже объезжает на круг И тоже достаточно опасно уворачивается И вот сейчас Александр додумался включить аварийку Хотя и так, судя, размахивает желтым флагом по его машине И здесь его проходит уже Эрик Экштайн Александр у нас пересчитается на восьмое место И да, действительно заезжает в боксы Нет, на седьмом месте пока у нас Александр А, да, пидстоп же Эмиля был Соответственно, да, Экштайн обогнал Рещикова И становится шестым А Рещиков у нас перемещается И еще один отбойник На седьмое место Вот он заезжает в боксы Да, долгим будет его пидстоп после пересчета отбойников Так, а вот, да, на девятом месте после своего пидстопа Эмиль Хафизов Вот мы видим позиции Центавр, Иванов, Сидельников, Андреас Трубавин, Экштайн, Рещиков и Старинов Но Рещиков, наверное, сейчас у нас отвалится И дальше у нас идут Хафизов, Буцов, Юпатов И Чубак Здесь у нас мы видим Сергей Буцов поодаль едет От Хафизова И какой разворот В скоростном повороте Я у нас, видно, смог взвинтить темп И уехать от Андреаса А Андреас у нас тем временем также сворачивает на пидстоп А вот, все, машину Александра Рещикова закатили в боксы Повреждений было очень много Конщик не смог продолжить гонку К сожалению, да Вновь очередная Неудачная гонка для Александра И здесь мы видим Уже и Сергей Костомаха Принимает атаку на Эмиля Хафизова Дорого обошлась эта ошибка Эмилю И Сергей пробует пролезть внутрь Но не оставляет ему места Эмиль Следующий поворот будет влево И перекрещивает траекторию Как прекрасно Костомаха Здесь еще и Центавр обходит на круг И Эмиль двигается, да А Сергей тем временем уезжает Опять же, воспользовавшись замешательством И Центавр у нас заезжает в боксы Ох, тут это попахивает 10-секундным штрафом Напомним, что заезжать в боксы и выезжать на этой трассе Надо строго по желтой линии Не пересекая ее Организаторы даже, мы видим, поставили фишечки И Центавр Ну, его, конечно, отрыв солиден Но теперь надо еще наращивать Мало ли что Мы видим, остановился Центавр Мимо проносится Вадим Иванов Центавр у нас все стоит в боксах Здесь Илья Сидельников, наверное, тоже мимо пронесется уже Да Илья у нас на втором месте Теперь И вот Алексей Трубавин Закончился педстоп Центавра 20 секунд Долго заправляли машину на оставшийся 21 круг И Видимо, не хват... Ох, прям растормозился Трубавин Не оставил места Центавр Трубавину Да Сейчас бы Конечно, Центавр мог бы подзастрять За более медленным Алексеем Жестко получилось Отградить Но Все было в пределах правил Под Желтой линией выезжал Центавр По траектории, мы видим Моргает Алексей Центавр, что Недоволен Его маневром Но, собственно говоря Тут все было в пределах правил По-другому Выехать из боксов не получается Когда гонщик Едет на быстром кругу Все время получается Что перекрываешь ему траекторию И Гонщик, который едет на полной скорости Приходится резко растормаживать Если он замечает Если не замечает Могут быть серьезные последствия Итак, после бокса Тослав Центавр У нас вышел на третье место На четвертом за ним Идет Алексей Трубавин Накал борьбы немного спал Сейчас у нас более позиционная борьба Тактическая, так сказать На пидстопах А вот как раз Очередной пидстоп Ильи Сидельникова Ну, здесь Понятное дело И Центавр И Трубавин Проносится мимо А вот главный Соперник У Сидельникова Это будет Быстрый короткий пидстоп Видимо даже без заправки Просто смена резины За Ильей И, наверное, все-таки Андрес не успеет Был болен Долгий пидстоп был у Андреса И вряд ли он сможет Обойтись Сидельникова А здесь мы видим Экштайн предпринимает Атаки На лидера Иванова Выбраться у него из круга Экштайн идет шестым И проигрывает Иванову круг Но Иванов тоже не собирается Просто так выпускать Соперников И держит за собой Экштайна Но напомним, что Иванова-то еще ждет Пидстоп В отличие от Экштайна Экштайн у нас уже едет До финиша Скорее всего После своего пидстопа Да, вот у нас как раз Ситуация Да, Сидельников в 40 секундах А Андрес Аж в минуте В 20 секундах Тут Без вариантов Сидельников у нас остается На четвертое месте И его уже прессинговать Никто не будет И вот как раз нам показывает Андреса Который уже на круг обходит Эмиля Хафизова И Эмиль Аккуратненько Пододвигаясь Пускает вперед Андреса А тем временем И Алексей Трубавин У нас уже на пидстопе Илья Сидельников Иванов наверняка тоже проходит А вот С Андресом Будет интересно Как раз Трубавин-то должен Выехать буквально незадолго до него А что у нас тут Опять за борьба Это у нас Игорь Юпатов И Сергей Костомаха И вот теперь-то у них уже Борьба здесь не на круг Здесь у них уже Реальная борьба Кто как Раньше Выйдет И очень долгий пидстоп Трубавина Тоже он, видимо, ремонтировал свою машину После пидстопа И да Вот нам уже показывает Что Андрес-то Проходит Алексея Здесь Вадим Иванов уже На круг Опережает Алексея А за ним там где-то Как раз ехал Экштайн Что-то подостал Экштайн И, возможно, мы еще Увидим борьбу За пятое место Между Экштайном И Трубавиным Так, что Костомаха все предпринимает Атаки До этого в предыдущей фазе Гонки Когда он проигрывал круг Юпатова Он был быстрее Гораздо Игоря И сейчас мы видим Тоже Сергей Побыстрее Игоря Но Игорь не пускает Не дает возможности Сергею Пройти Здесь Сергей немного ошибается Мимо Апексов Поэтому немножко потерял времени Но в целом Он все равно быстрее И, думаю, сейчас За пару-тройку поворотов Он вновь настигнет Игоря И, в принципе, да Уже Даже попытка атаки Но Недостаточно был быстрый Сергей Здесь на выходе Срывает машину Костомахи Садится в воздушный мешок И на прямой старт-финиш Сейчас Костомаха Должен будет попробовать Юпатова обогнать И... Нет Не хватает скорости Не хватает машине ФЗР Обогнать машину XR На прямой Машина Юпатова Оказалась быстрее И здесь продолжается Новое противостояние И смотрите Следующая прямая И также Машина Юпатова Гораздо быстрее Машины Костомахи На прямых У Костомахи Практически Нету шансов Попробовать обойти Юпатова Значит Надо тут ждать Возможно Только ошибки Со стороны Игоря Иначе Сергей Не светит Совершить обгон Но поживем Увидим Еще Целых 17 кругов До финиша Еще все может Произойти И вот Да О чем я вам говорил Вадим Иванов Лидер И за ним Сразу же Алексей Трубавин И Ерик Экштайн Борющийся За пятую Мест За пятую позицию В гонке Экштайн Был хорош До этого Машину ему Как починили Он Словно полетел По трассе Но у Трубавин Тоже машину Починил А Экштайн Мог уже Побить ее Кое-где Под бойники А у Трубавин Абсолютно свежая машина И посмотрим К чему придет Их борьба Такое ощущение Что они Быстрее Иванова Одновременно Да Трубавин Тут пытается Пройти Иванова А Иванов Уходит В боксы Могла бы Получиться Нелепая ситуация Если бы Трубавин Все-таки Попробовал бы Атаковать И Иванову Надо было Уезжать В боксы Ну что ж Теперь им Никто не мешает И мы станем Свидетелей Борьбы За пятое место Да Гонщики У нас После Питстопов Начали Активно Бороться Друг с другом Например Костомах Ипатов За Десятое Место И Кштайн Трубавин За пятое Здесь Гораздо Больше Интереснее Борьба Тем временем Вадим Иванов Заканчивает Свой Питстоп Смена Резины И заправка Очень короткий Хороший Питстоп И возвращается В бой На второй Позиции До сидельников Было достаточно Много А до Центаура Не так И Центаур У нас Выходит Возвращает Себе Лидерство В гонке Вот так И снова Начинает Ехать Продолжать гонку Видимо Наверное В одиночестве Они вместе Уже Догоняют Мы видим Эмили Хафизова На круг Парой Надеюсь Он им не помешает В борьбе За пятое место И вот сейчас Наверное На прямой Эмили сместится С траектории Либо После Шпильки Шпильки Идет на внешний Пропустит их Да Наверное Так он Собственно Поступит Лидеры Лидерами А гонка Для себя Тоже Не должна Из-за этого Страдать Поэтому Чтобы потратить Меньше времени Эмили Страдать Этим Здесь еще Ошибается Немного Турбавин Ударяется Об отбойничек И Контратаки Не последует Интересно Со стороны Турбавина Но Наверное Все таки Нет Экштайн Достаточно Быстр Атаки Не последовало Да Со стороны Турбавина И Экштайн Уходит В отрыв Где дальше Уже едет Его напарник По команде Фишер Андрес Интересно Будет Посмотреть На борьбу Сокомандников Если Экштайн Догонит Андреса Будет Весьма И Очень долгий Опять Питстоп Для Старинова 53 34 Долгий Долгий Питстоп Опять Видимо Разбил Он свою Машину И Заехал В боксы Чтобы Починиться На два Очень долгих Питстопа Для Старинова Общее время За минуту 40 Очень Много Потратил Времени На питстоп И Тут нам Показывает Вадим Иванова Идущим На втором Месте И Вы посмотрите Достаточно Близко Идущий Илья Сидельников Если В стартовой Фазе Гонки Илья Был Намного Медленнее Вадима То Сейчас Мы видим Обратную Ситуацию Машина Ильи Быстрее Машина Вадима Видимые Повреждения Есть на Машине Иванова На машине Ильи Есть Тоже Небольшие Видимые Повреждения Неизвестно Влияют Ли Они Мешают Ехать И да Вы посмотрите Буквально Мелькнул Там Андрес На переднем Плане И сейчас Мы вот И увидим Да В шпильке Андрес И за ним Экштайн И это Борьба За четвертое Место Между Сокомандниками Вот Это Сейчас Будет Интересно Но В борт В борт Две машины Команда ТСР Но здесь Как таковой Борьбы То в принципе Даже и не Получилось Уж очень Легко Андрес Пропускает Экштайна Более быстрого Сможно Сработала Командная Тактика Более быстрый Экштайн Больше очков Впереди Нежели Андрес Андрес Мы видим Достаточно Серьезно Прожидена Машина Возможно По этой Причине Он не стал Сопротивляться Своему Напарнику Чтобы не Тратить Его время И не дай бог Не совершить Ошибки Экштайн И мы Мы видим Здесь Питстоп Юпатова Тоже Второй Уже И Здесь Да Вот О чем Я вам Говорил Когда Две машины Едут Параллельно Друг Друг На прямой У одной Недоверная Трубавина И По нормальной Траектории Чуть более Медленно Заехать За него А так Андрес Полностью Портит себе Гонку Сейчас Ему придется Ехать На Питстоп Тратить Уму Времени Пока Механики Отремонтируют Машину И Неизвестно Каким Он там Будет И Как Дальше Продолжит Гонку Нам Показывают Гонщиков Постепенно Вот Экштайн Как раз На Четвертом Месте Продолжает Свою Борьбу В Девятом Все Достаточно Растянулись И Вот Да Там Мелькнул Андрес Заезжающий На Питстоп Да Так Он Ехал Шестым Впереди Бутсова А так Он Очень Много Времени Теряет Здесь У нас Центаур Лидер Гонки Один С кругов До Финиша Центаур Продолжает Уверенно Лидировать И Еще Мчится И мчится Вперед К Свою Второй Уже Победе Подряд В этом Чемпионате В Японии Напомню Ему Тоже Досталась Победа Не так Легко Конечно Как Здесь Здесь Он практически Пролидировал Старта До Финиша Лучший Круг За ним Квалификация Споула Но В Японии Ему Пришлось Побороться Здесь Достаточно Легкая Уверенная Победа За Центауру Закончил Спидстоп Андреса Действительно 37-60 Долгий Бедстоп Машину Ремонтировали Достаточно Долго И посмотрим Каким же Вернется Теперь У нас На трассу Андрес Надеется Не так далеко Он Отстал И Здесь На круг Эмиля Хафизова У нас Проходит Святослав Центаур Но Как-то Неуверенно Пропускает Эмиль Святослава Или Святослав Не очень Активно Пытался Пройти Ну В общем Атака Не прошла На круг При борьбе За круг 10 кругов У нас Остается До финиша Сейчас Здесь Вот Наверное Эмиль По сторониться Все-таки Как-никак Синий флаг Ему Висит И да Спокойно Уверенно Святослав Проходит Здесь Вадим Ванов Нас На круг Обошел Игорь Юпатова Также Все Гонщики В Лигирующей Группы Сталкиваются С трафиком Обгоняют Круговых Круговые Вроде Без помех Аккуратно Пропускают И Мы Видим Питстоп Василия Чубака Это у него Также Второй Питстоп На котором Он Останавливается Вот Илья Сидельников Отрыв Видим Как-то Стабилизировался У них Вроде Отрыв Но Этого Был Илья Достаточно Близко К Вадиму И Тут Уже Под Под Стал Достаточно Одном И Том Расстоянии Едет Илья От Иванова Иванов Отрывается У нас Потихоньку От Игоря И Питстоп Как раз Василия Чубака 37-60 Опять же Видимо Разбита Была Машина Андрес Мы видим На седьмое Место У нас Возвращается Позади Сергея Бутсова И впереди Сергей Костомах А Эмель Хафизов Уже Два Круга Проиграли Старинов Юпатов Чубак Также По два Круга Да Просто Безумный Темп Задал Святослав Многие гонщики С ним Не справляются И Уже Мы видим Два Круга Отставания Борьбы У нас На трассе Пока Никакой Нету Все гонщики Затихли Готовятся К финишу Уже Осталось Только Девять Кругов Из Пятидесяти И Вы Посмотрите Эрик Экштайн Да Это его Машина Он Шел У нас На Четвертой Позиции Какое Же Досадный Переворот Как Это Произошло Да Гонка Для Экштайна Скорее Всего Закончена Почему Скорее Всего Сейчас Кран Спустят Тащат Машину Через Бортик И Гонка Для Экштайна Будет Закончена К сожалению Мы теряем Еще Одного Гонщика Все Меньше И Меньше Машин Остается На Трассе Сложная Техническая Трасса Заставила Да Вот Мы видели Машину Экштайна Лежащую На крыше Сложная Гонка Выдалась Все Не справились Кто-то Не справился С трассой Кто-то У кого-то Не выдержала Техника Да Вот Официальное Подтверждение Эрик Экштайн Выбывает Из борьбы К сожалению Да Команда ТСР Полностью Проваливает Эту гонку А Илья Сидельников У нас Идет Третьим И на Четвертое Место У нас Выходит Алексей Трубавин И только На шестом У нас Получается Фишер Андреас Вот мы Увидим Что у нас Тут Было С Экштайном А бордюр Зацепился Экштайн Машина Переворачивает Так же Как было С Подпругиным Но Подпругин На колеса Вернулся А машина Экштайна Не смогла Алия Сидельников У нас Тем временем Также проходит Игорь Юпатова И мне кажется То отставание От Иванова У Сидельникова Сокращается А мы Увидим Еще Питтоп Василия Чубака Спустя Круг Круг назад Был вроде бы На питтопе И сейчас И еще Посмотрите Штраф За превышение Скорости В боксах Проезд через Спитлейн Получает Василий Чубак Что-то непонятное Творится с Василием За два круга Совершил две Поездки На питтлейн Видимо Не доремонтировали Машину Пожаловался Еще раз Поехал ремонтироваться Либо успел Разбить ее За один круг А тут еще Штраф За проезд По питтлейну Да Василий Конечно Намудрил За последние Два круга Очень сильно И здесь Скорее всего Это уже Явно Последнее место Вряд ли Он сможет Даже Игорь Юпатова Догнать А тем временем У нас Сергей Бутов На пятом месте И вот Фишер Андрес На шестом Да Команда ТСР Провалила Эту гонку Очень неудачно Ее проводят Рик Экштайн Выбывает А Андрес Идет На шестом Месте И да Вы посмотрите Илья Сидельников Нагоняет Вадима Иванова Круг за кругом Все ближе И ближе Машина Иванова Явно не едет Сидельников Просто Настигает Как ураган Приближается К машине Иванова И Возможно К финишу Гонки Иванова Догонят И мы Увидим Борьбу За второе место На последних Кургах И вот Да Василий Чубак совершает Проезд по Питлейну Отбывает Наказание Да Вот он его закончил Все аккуратно На этот раз Не превысил он еще раз Скорость в боксах А здесь Андрес Пытается реабилитироваться И Настигает Сергея Буцова И Тоже Навязывает ему борьбу Один из машин У нас осталось В гонке Только получается Василий Чубак У нас Не получит Очков Все остальные Гонщики Добравшись До финиша Либо Если кто-то Из гонщиков Не доберется До финиша Василий Чубак Попадает В очки И Это для него Будут первые очки В этом сезоне Посмотрим Посмотрим Как сложится Гонка дальше Фишер Пытается На Сергея Накатить Но Сергей Тоже у нас Не лакомшит Не пускает Сергей прекрасно знает Как ведет себя машина FXR В прошлом году Он выступал на ней В этом году Перешел В стан ФЗРов И Прекрасно знает Как они Абнафазыерия Воронятся От FXRов И я думаю Не подпустит А Илья Сидельников Посмотрите Совсем уже близко К Вадиму Иванову И явно Будет у нас борьба За буквально За пару кругов До финиша Ну хотя Если такими темпами Илья будет продолжать Нагонять Иванова Я думаю Что уже через пару кругов Мы возможно Даже увидим Борьбу Явно быстрее Просто на глазах Машина Сидельникова Даже со срывом Заднего моста Выходит из поворота Илья И все равно Приближается К Ванову Да Вот у нас на последних кругах Будет битва За пятое место И за второе Что куда важнее Важнее Битва за подиум За второе Третье место Кому достанется Серебряная Медаль Кому достанется Бронзовая Дождемся Развязки Этой Влекательнейшей Борьбы Все ближе И ближе Илья Илья Да Явно С какими Трудностями Столкнулся Иванов Потому что Машина его Гораздо Медленнее Машины Сидельникова Хотя Сидельников Особо в темпе И не прибавляет Нет В своем темпе Просто упал Темп Иванова И здесь Снова Приближается Илья Все ближе И ближе Да Наверное На следующем Ох Здесь еще Ошибается Иванов Ударяется Об отбойник Теряет И так Уплывающее Из под него Время И да Уже на этом Кругу Мы наверное С вами Увидим Атаку Еще Четыре с половиной Круга Надо Продержаться Иванова Чтобы удержать Второе место Но слишком Быстро Илья Практически Невозможно Посмотрите Они уже на Двадцать восемь Почти на Двадцать девять Секунд Отстали От Центаура Трубами В полутора Минутах Трубами Наверное Центаур Пройдет на Круг Что круги Центаур Проходят на Тридцать два Тридцать три И скорее всего Через К финишу Ближе Также Трубами Обойдет На круг И только Получится Первая тройка В одном круге С Центауром Да Не смогли Многие гонщики Поддержать темп И даже Мы видим Что у гонщиков Идущих На втором месте И посмотрите Проходит Илья Сидельников Вадим Иванова Ух Удар Иванова Здесь конечно Он сместился На грамотную Траекторию Вернулся Пропустив Илью Но И здесь Слипстримом Нет Явно не Машина Даже Воздушный Мешок Не может Сесть Машина Все больше И больше Отстает На разгоне И даже Вернувшись Обратно Позади Илья Сидельникова Не хватило Прижимной силы Вадим Иванова Его машина Ее срывает И удар Об отбойник И здесь Уже Ни о каких Контратаках Явно Речи не идет Дальше Трубавин В минуте Целый Можно не бояться Что Третье место Точно останется За Иванов Если сильно Не повреждена Машина Ну Вроде он Достаточно Уверенно Идет А здесь Вы посмотрите Сергей Буцев Пропускает Таки Фишера Андреса И Андрес У нас Выходит уже На пятое место Прекрасный Прорыв После своей Ошибки Возвращает Он себе Пятую Позицию На которую Достаточно Долгое время Шел Вот он Повтор Момента Здесь они Идут Вровень Андрес Позади Буцева Буцев Слегка Ошибается Удариться Об отбойник Андрес Тоже Удариться Об отбойник И Здесь Контакт Был Сергей Стал Смещаться На более Правильную Траекторию А там Был Андрес Удар И Сергей Проносится Мимо Апекса Поворота Слишком широко Уходит И Андрес Внутри Там Сергей Попробовал Контраатаковать Но так И не Получилось А здесь Нам показывает Сергей Костомах Который Идет Непосредственно Позади Них На Седьмой Позиции И нам Вип Показывает Вадим Иванов Который Отстает От Сидельникова Но Не так Уж Много Отстает От Ильи В принципе Машина Повреждена Мы видим Да Но Боксы Ехать Не стоит За последние Пары Кругов Комфортный Отрыв Да Спокойно Доехать Иванову Гонку До конца И посмотрите Насколько Быстрее Андрес От Сергея Но Сергей Тоже Там Почему-то Упал И здесь И Костомаха На него Наседает Уже Мы видим Сейчас Бутцев Может Хотя Осталось Всего Два Круга До Финиша Но может И потерять И свое И шестое Место Здесь Ошибается Костомаха Ударившись Об отбойник Теряет На этом Драгоценные Доли Секунд И продолжает Гнаться За Сергеем Бутцевым И мы увидим Еще одну Борьбу Напоследок Перед Финишем Это Костомаха И Бутцев За Шестое Место И Центавру Смотрите Уже 33 секунды От Сидельникова 35 от Ванова И Трубавин Да Пал Жертвой Скорости Центавра И Теперь Только Тройка Призеров Будет В одном Круге С Центавром Феноменально Конечно Идет Центавр Такой Такой Колоссальный Отрыв Создать В себе Комфортный И я думаю Что за два Круга До финиша Он не позволит Себе Проиграть Эту гонку Может быть Даже Сбросит Темп На последних Кругах Чтобы Наверняка Не ошибиться А здесь Видимо Имело место Ошибка Андресса Потому что Бутцев Да подъехал К нему Поближе И вот Да Центавр Уходит На последний Круг Последний Круг Для Центавра Здесь Трубавин У нас Следом Идет За Центавром Что-то Широко Центавр Проходит И Трубавин Посмотрите Возвращается В круг Значит Все таки Четверка У нас будет Финишировать В одном Круге И вот Тут уже Илья Сидельников Достаточно Далеко Так же Как и Вадим Иванов Выезжает На прямую Старт Финиш Нам ведут Лидеры Гонки Уже почти Победитель Святослава Который Да Сбросил Темп На последнем Круге Чтоб Не дай бог Ничего Напомним Что у Центавра Хоть и есть Штраф В 10 секунд Но с его Солидным Преимуществом В 33 Это да Он может себе Позволить Сбросить Темп На последнем Круге И эти 10 секунд Для него Ничто Просто капля В море И Сереж Костомаха К Сереже Буцеву Подъехал Совсем Близко Борьба Двух Сергеев И Нет Наверное Все таки Если только В последних Поворотах А оба то Они Смотрите Догнали Андреаса Андреас тоже Темп потерял Интереснейшая Борьба будет На последних Поворотах Этого Круга А Центавр У нас Как раз Выходит Из последнего Скоростного Поворота И вот Она Прямая Старт Финиш Празднует Победу Святослав Центавр И уверенная Победа За час Двадцать Одиннадцать И двадцать Две Здесь Продолжается Борьба Двух Сергеев Фишер Чуть Поодаль Наверное Его то Они не догонят Но борьба Между ними Будет На последних Кругах Смотрим Ждем Напряжение И Вот Наверное Вот эта Вот ошибка Сергея Кастамахи Не позволит ему Илья Седельников Да В двадцати Семи секундах Финиширует После Святослава Вадим Иванов Тридцати пяти И семи десятых И да Да Та ошибка Сергея Кастамахи Стоила Возможно Ему Шестого Места Хотя Он очень близок Сейчас К Сергею Если бы не та ошибка Уже бы Пробовал бы И зачем-то Да Здесь его срывает Зачем-то Кастамахов Пошел попробовать Обогнать По широкой дуге И у него Это-то не получилось И все Да Финиш гонки Ней Трубамин Тут тоже Выходит К последнему Повороту Последний Финишировший Гонщик А борьба Кастамахи И Буцева Закончилась Победой Буцева И Буцев у нас Получает Шестое место А Кастамаха Седьмое И вот он Финиширует Последний Из гонщиков Алексей Трубамин На четвертом месте Заканчивает Гонку Итак Поздравляем Победителей Святослав Центаур Первое место Илья Сидельников Второе Вадим Иванов Третье Дальше у нас Трубамин Андрея Сбуцев Кастамаха Старинов Хафизов Юпатов И единственный Василий Чубак У нас остается Без очков В четырех кругах От лидера Но мы помним Что с ним было Согласитесь Друзья Была поистине феерическая гонка Которой стали мы свидетелями Поздравляю вас всех С этим зрелищем прекрасным С вами был комментатор Вадим Иванов До новых встреч На трассах Друзья До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok